всем привет дорогие друзья это новая серия на канале не дала и сегодня я в ней хочу рассказать о своей машине сделать обзор своей машины это nissan piano g32 следуя из недавних событий моей жизни имею приходится выставлять на продажу я и выставил за 535 тысяч рублей я хочу вам рассказать и дать понять что вы возьмете за эту цену это nissan piano в тридцать втором кузове с комплектация лакшери давайте начнем о кузове этого автомобиля что новому хозяину придется доделать то что я не успел самый неприятный момент это вот этот по всему кузову жучок и соответственно он пошел под краску вот так зашкуривается все поклюется вот так наверное будет краситься не знаю как там правильно короче это будет стоить 7000 рублей второй момент это нужно будет отполировать бампер здесь чуть-чуть треснул видимо лак немножко зашкурить полирнуть и в принципе все должно и полировка противотуманные фары я сделал решетка и все никелированные детали покрашены жидкой резиной в любой момент новый хозяин может взять и снять все полностью и в принципе будет ездить с никелем задницу я все сделал сейчас нет значков они мне лежат в багажнике тоже покрашен черный цвет если новый хозяин захочет то с ней по кузову особенно нет таких больше недочетов кроме как сколов вот таких мелких которые я подкрашиваю ну это камни это нормально и вот здесь немножко тоже нужно будет полирнуть ничего страшного ничего особенного нет вот здесь находится вмятина непонятно чего она или камень упал или кто-то кулаком треснул ну она не мешает на скорость не влияет но чуть-чуть конечно вид меняет ее особо даже сильно незаметно также лопнуто лобовое стекло лобовое стекло у нас не оригинально ламинат от какой-то на скорость также не влияет и его особо сильно и незаметно то что оно треснутое на крыше крыша у нас в принципе все в порядке нет никаких таких серьезных скольчиков ну вот тут скольчик не скольчика такая непонятная точка может быть это даже вообще липа который еле оттирается вот еще косячок видите такой неприятный тоже подкрашиваю ну я его не делаю вот это можно заполировать она сильно здесь не влияет как бы тут ничего а вот это нужно чуть-чуть подделать по кузову особо сильных дефектов нет я много машин посмотрел nissan tiana и они все были ржавые ну реально ржавые тут на багажнике там ржавчина только на капоте ржавчина то на дверях конкретная ржавчина у меня такого особого дефекта прям не потому что здесь машина в родной краски только кроме багажник потому что он снимался красился и он пробивается в 200 там 30 микрон ответе даже болты тут откручивались но сделали все более или менее нормально ничего особого покраски не отличается и крашен был капот капот тоже пробивает там 200 чем-то микро но он без поклевки без ничего капот родной все лыбочки есть тяжелый как полагается ну наверное передний бампер тоже красился при мне машина не красилась вообще не сантьяна есть маленькие недочеты как головной свет у кого стоит синон тут знает эту проблему и решает это заменой ламп на оригинальный и потом чисткой фар изнутри вот о чем я вам говорю видите внутри это называется ожоги за десять лет машине меняли стопудово раза три лампы оставили самое говно и получается они получили все ожоги принципе это недорого все сделать это снять лампу разгерметизировать и конечно лучше это дать специалистам которые знают как правильно это все делать и чистят и ставят ламп лезть туда не советую никому забыл еще рассказать еще одной маленькой проблемке которая случилась этой зимой это очень для меня беспонтово на разборке это стоит в принципе тысячи полторы когда чистил зимой автомобиль и нечаянно ударил вот сюда и лопнуло зеркало от мороза она работает двигается все переключает обогрев тоже работает но она чуть-чуть лопнет в принципе она сильно не влияет но все равно неприятно смотреть сейчас мы этим заниматься уже некогда так что машина стоит на продаже за 535 тысяч и да еще у меня нет летней резины здесь стоит зимняя резина восемнадцатого года отъездил один сезон она в хорошем состоянии конечно резина китайская багажник здесь очень большой и очень вместительный я специально такую машину покупал потому что здесь огромный багажник также если убрать отсюда всякое дерьмо которое тут лежит и убрать то соответственно там будет все сухо давайте перейдем непосредственно и двигатель и вариатор что здесь с ними происходит двигатель 1625 182 кобыла я его не мыл мыть его и не хочу пускай нового владелец придет и посмотреть что ничего не течет эти двигатели вообще беспроблемные не жрут масло но не знаю как у кого некоторые пишут что они жрут но у меня масло не жрет я наливаю масло любви молит 540 также поменены здесь все ролики с ремнем буквально наверное две тысячи километров потому что один ролик у меня поймал клина и мне пришлось сразу все поменять поменено масло фильтра приблизительно полторы на и на 1000 ну тоже где-то полторы две тысячи на посмотреть по компьютеру гур насос работает когда заведена машина он бурлит сейчас что-то выделывается кондиционер немножко ну это тупо из исправить буквально там 1000 рублей и ничего особенного не заменены сигналы на волга немного пришлось тут заколхозить но зато звучат круто и нормально также радиаторная решетка была почищена помыта после зимы очень много слякоти было и керхером все отмывалось также были заменены все жидкости буквально наверно 10 также были заменены опорные подшипники потому что на 150 они начали хрустеть по двигателю вроде все теперь можно перейти к салону что же входит комплектацию лакшери я решил разделить видео на несколько частей скажу про салон немного так что все это будет следующий видео